Добрый день. Это кто такой? Здрасьте. Это я, Дмитрий. А кто вы такой? Ну-ка давайте хорошо. В каком городе? Сейчас. Сейчас, вот у вас шипит наушники. Сейчас, вы найдёте у тебя наушники. Да, наушники. Так, из какого города? Так, я Спива. Вообще-то проживаю в Запорожской области. Ну, там я уже живу. А приехал в Киев. Учусь, короче. Сейчас вы где находитесь? В Киеве, в общежитии. А, в Киеве, да. Так. У вас какой-то пароль есть? Или как вы могли ко мне войти? Я вас, вообще-то, уже смотрю где-то примерно год. Я первое видео ваше увидел, когда вы мусульманку, короче, обличали в описании, что возмездие за грех – смерть, а дар Божия – жизнь вечна во Христе Иисусе Господе нашим. Ну, это первое видео ваше видео. Потом меня, как бы, вы заинтересовали. И это пошёл прогресс. Я ваши ролики каждый раз смотрю, когда у вас... Так, вы знаете, что у нас всё записывается и выставляется... Да, я не против. Вы не против? Претензий нет никаких? Не против. Нету. Слушай вас. В чём ваша нужда? Так. Сейчас. У меня тут, ну, некоторый записал, а потом уже как пойду. Вот. Как мне начать благовесовать людям? Как бы, чтоб у меня, как бы, ну, такое... Часто бывает, когда, ну, возле меня стоят люди, да, куряющие, там, или матеряющие, да. Как бы, как бы, мне понуждают внутренний Бог, чтобы я им сказал, что нельзя, как бы, ну, за грех, типа, ну, это, как бы, грех. Они не понимают, короче. У меня, как бы, получается, что, как бы, боязнь. Ну, это, конечно, глупо. Глупо, потому что нам Бог не дал духа боязни. Вот такое. Бывает даже, когда я на учёбе, много слышу, ну, матов, да, и богопульства, ну, произносения имени Господа в Суе. Мне это очень потрясательно, как бы, ну, такая печаль внутренняя, когда я сижу на парах, и часто бывает. Люди, как бы, не верю. Они знают, что я, как бы, верующий. Ну, и, как бы, надо мной, как бы, смысл, и меня, как бы, серьезно воспринимают. Ну, такое. Считать меня, как бы, странно. Потому что я не вхожу, как бы, в их общество. Как бы, не поступаю, как они там, ну, каждый день. Ну, что в таком случае? Надо рассчитать свои силы. Просто так оно, во-первых, не примется, и потом реакция будет совершенно не та. Сказать надо. Но тут вопрос стоит, как сказать? Даже вот группа стоит из нескольких человек. И нужно опыт иметь. У вас, я заочно, как вам скажу, надо с кем-то быть рядом. Вот подошли, допустим, маленько постояли. Приглядели с которым. Он один раз сказал, другой раз. И, может быть, вы даже двое друг с другом с кем-то разговариваете, и, как бы, никому обращаясь. Да, плохо, как люди не ценят речь свою, язык свой. А за всякое праздное слово, Евангелие говорится, придется дать ответ в день суда. И громко сказать. А они голову поворачивают. Видите, как это опыт. Вот вы молоды. И вам нужно где-то молодое деревце привязать к более старому, кажется. Ну, как молодое садят. И сначала вобьют какой-то столб, а потом к нему привязывают. Надо пробовать. Иначе бывает, напрямую подошел и не материтесь то другое. Да он просто... Это есть такой вот фильм, православный сайт, притчи. Он сунулся, они ему раз и фонарь посадили. Он опять другим сказал, опять не так. Ну, везде надо по разуму смотреть. А когда вы уже будете в авторитете, ну, то есть, знают, кто вы такой, тогда они сами даже уверены, что вы подошли, они друг другу, не сказать, ругаться нельзя. Потому что я вот был в самых опасных местах в жизни, и там все сто процентов матершинники, но они не матерятся, друг друга удерживают. Вот так. Так что здесь совета я дать не могу другого, как желательно, чтобы вы были не одни. Ни в коем случае, если реакция будет другая, чтобы вы руки не подняли. Вы перетерпите, как христианин. Вы знали на что. Бывает одно слово вас вводит на тропу войны. Это заранее надо все выпросить у Бога. И, конечно, молиться, прежде чем сказать. А не скажете, не скажете, обстановка показывала, что блаженый человек, который молчит. Такое время, злое время. Вот. Тут надо благоразумно поступить. Просто приглядитесь маленько, так высчитайте, и попробуйте себе. Сказать надо. Но сказать надо, чтобы слово ваше было приправлено солью. Солью, значит, ответственностью. Вот. Люди, которые матерятся, они клянут имя матери. Я когда говорю, то я привожу, если так беседа какая-то идет, не просто на улице так. Я начинаю говорить, вот смотрите. Стихотворение неуважаемого мной поэта Владимира Владимировича Маяковского. Он говорит, пусть с фронта борьбы поступают сводки, что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки, не сказано ни единого бранного слова. Вот. Чехов говорит, матерное слово – это низость и убожество души. Вы хотите, чтобы вы были низкие душою? Да нет. Ну, как-то тут все надо. Не только сказать Библию, но подтвердить и хорошими классиками, поэтами. Хорошие есть такие стихотворения на эту тему. Может, вам Бог даст талант самому написать. Что вы об этом беспокоитесь – это положительно. Что вы мимо не проходите. Но надо, чтобы кто-то был рядом и молился в это время за вас. Вот в чем дело. Поддержка должна быть. Иисус Христос посылал по двое. Один упадет, говорит, а другой поможет. Экклесиаз говорит. А один как? Он упал. Засмеялись над ним мы. Вот это же я вам хотел сказать об этом. Что мне как бы… Я нужна как бы поддержка. Чтобы как бы… Ну, как бы когда вдвоем… Я когда однажды с бабкистами проповедовал, это еще осенью было. Один раз только я в жизни проповедовал. Ну, на хрящатике стал. И реально как бы не страшно. Когда с тобой есть верующие люди. Ну, по той же вере во Христалле. Вообще не страшно благовесить. Я когда… Ну, разные, а разные благовесия. Ну, говорят, что сразу баптисты процитировали. Я тоже цитировал там. От Иоанна. Ибо так избил Бог мир. И так далее. Я тоже это все по Иоанну. Ну, цитировал людям без… Ну, не читал сразу на память. Знал вот это все. И цитировал. Говорил. Потом однажды я говорил им… Ну, бабкисты об этом не говорили. Но это меня больше волновало. Что люди как бы курят. Я им наводил… Ну, они спрашивают. А где в Библии об этом написано? Что курить – это как бы грех. Я им навожу стих из Писания. 1 Коринфянам 3, 16-17. Потом 1 Коринфянам 6 глава. 1 Коринфянам 19-20 стих. Если я не ошибаюсь. Там говорится, что… В 3 главе там говорится… Разве не знаете, что вы храм Божий, Бог живет вас? Да, да. Хорошее место. Ну, и тому подобное. А 6 глава говорится, что… Разве не знаете, что тела ваши, если в храм живущий у вас Святой Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Посему послаляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Что-то такое. Потом сквернословие апостол Пилотер, апостол Павел говорит, что «Удержи язык свой от зла, и устав свой от речи лукавы». И также Псалма говорится, что если хочешь жить вечно, ну и населять жизнь, то «Удержи язык свой от речи лукавы». Такое, короче. Ну, как бы… Я им наводил примеры. Хорошо. Вы по нации-то кто? Такое было. И короче… Я украинец. 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 Вот когда будете с людьми говорить вот так, поменьше жестикуляции. Дома так потренируетесь. Вот был король проповедников, его называли, это Чарльз Перджин. И он когда готовился к проповеди, он говорил, проповеди никого нет. Про него рассказывает так. Он поставил перед собой ложки. Вот так вот. На подоконник-то. А готовится к вечерней проповеди. И давай, говорит, проповедь. А там высокое окно-то. Ну, у них молитвенный дом. У баптистов. Это не православное. А там подошли и выпивают. Нищие сидят. Бомжи. А он поставил ложки-то. И перед ложками проповедует. Вы нисколько не думайте о других. Вы только тащите к себе все в рот. Так нельзя жить. Сколько вам Бог дал жизни-то. Ну, когда вы будете делать добро-то, чтобы другим-то давать. А те там сидят, он думает. Он говорит, как будто к ним-то. И один из них обратился. Ну, насколько достоверно, я утверждать не могу. Но вполне верю. Сила божественного слова имеет влияние на камни. И камни возопьют. Вот когда будете где говорить, это тоже надо все учитывать. Никаких лишних движений не делать. Написано степенность. Показать степенность. Бывает, кто-то начнет там, как-то вот итальянцы у них сильно. Вот примерно, нам больше, конечно, англичане. Если англичане делают один жест, итальяне, кажется, 17 или 18. Ну, это большая разница. Он говорит, машет, жест должен определенный быть. Вот я не скажу, что я там уважаю. Был такой Адольф Гитлер, Шикельгрубер. Он специально тренировался. Есть «Восхождение дьявола» в фильме. Он отдельно там, ну, музыку Вагнера играет. Он в то время стоит, нацию поднять нужно. Вот он дернет как вот так вот, и кинет руки. И все за ним вместе, вся толпа там 10 тысяч шатается. Но мы не артисты. Он другой уровень был. Но нам тоже. И Павел, говорит, простирая руку, стал говорить. То есть, простирая руку, и он стал показывать. То есть, это надо прикинуть. И вам, может, что-то особое Бог откроет такое, что вы не из книг высчитаете, а свое. А для этого вам что нужно? Смирять свою плоть. Не обижаться, когда не по-вашему будет. И это вот три ступени, которые для спасения. Первое. Отвергнись себя, своего я, обиды, амбиции. Возьми крест. То есть, какие тебе будут нанесены раны, обиды, болезни. И следуй за Христом. То есть, точно по заповедям. А то люди начинают, я за Христом следую. А первые две ступени. А что отвергнуться себя? Один монах Захарьев, сорвал себя, ну, камеловка, шапка такая монашеская, бросил под ноги и стал ее топтать. И говорит, вот так, пока себя не растопщишь, ничего не получится. А потом показывает, иди на кладбище. Вот видишь кладбище? Вот. Похоронили. Это мэр города. Подойди, и самые плохие слова говори. Ну, он плохих наслушался в народе. И говорит, ты кровопивец. Ты обижал народ. От тебя стонала вся земля. Ты продавал землю. Ты депутатов подкупил. Он к учителю вернулся. Тот спрашивает, что молчит. Ну, а теперь иди говори хорошие слова. Весь город стенает без вас. Как плохо. Ты защитник сиры был, убогих. Ну, наговорил, что к святому относятся. Что, говорит, молчит? Ну, вот хвалу, говорит, приемля равнодушно. Как Пушкин писал, не оспаривай глупца. Надо приучиться к этому. Не расслабляться, так можно сказать. Да. Вот это же, когда меня это понудило для благовествия, когда начал читать апостола Павла, он такой ревенительный, смело проповедовал. Я вообще потрясаю. Когда я читаю апостола Павла, разными его посланиями, меня просто поражает, как он смело. А потом, когда он благовествовал, проповедовал, потом приняли там, кто там, Число-Никийцы, или разные, Колоссяны. Они когда приняли, он возрадовал, что они приняли Христа. И узнали другие народы, что они уверовали. Мне это очень сильно потрясающе, что такое вера именно в те времена. И по сей день тоже так бывает. Да. А также у меня вопрос. Как мне быть... В жизни надо материальное образование и тому подобное. А с другой стороны, если... Ну как вам объяснить? В моем юном возрасте это еще не серьезно вроде бы, не знаю, вроде бы мне нужно учиться для того, чтобы как бы себя обеспить. Мне 18. Сколько лет? Сколько вам? 18. 18. 18. Вас в армию это не призывает? Нет. А я не хочу идти, да. Я даже вам сейчас задал вопрос. Ну, как бы, вдруг попросил. Я хочу об этом узнать, как бы. Ну, шестая заповедь об этом говорит, что не убил, да? А вот вопрос. Если Конституция оправдывает действия самообороны, является ли это также в случае нападения агрессора на нашу страну во время военного поношения? Это так, как бы, в каком считате, если как бы... Эти слова не из христианского лексикона. Вот у нас в России, я про вас не знаю, у нас допускается, принята Конституция законом альтернативная служба. То есть в других войсках, но без принятия присяги, ну, как гражданские, ухаживают за заразными больными, где-то вместо полтора года, может быть, два с половиной. Ну, то есть, так, наши пишут заранее заявление, ссылаются на слова, которые говорит Господь. А я говорю, не убей. Дальше, что в пятой главе написано там? Вот. И дальше, клясться нельзя, клятву принимать нельзя, клятва запрещена, не клянись вовсе. И вот на основании этого у нас обязаны пойти в армию, у нас не приветствуется, как это называется, откосить, отойти от этого. Но только вот в таких войсках. У нас бороды все идут с бородой, в армию отслужили, вернулись. И в армии соблюдают посты, все, что тебе положено. Но его не пошлют ни в Чечню, никуда, никакой обороны, ни заряжающим, ни подносить снаряды, ни корректировщикам огня. Никак. Выносить раненых скажут, пойду, пожалуйста. Минное поле там подорвутся. Ну, если вы сказали, значит, я пойду, я подчинюсь. Ради спасения ближнего положить душу. Конечно, по уму надо, не то, что я верующий ренос. Ты должен уметь и ползать, и прятаться, и спасать. Но только оружие в руки не бери. Не бери. У нас так это принято. Поэтому ни один украинец, вот от нашей, который так, ни один не пострадает. Нигде и никак. Ни в Чечне, нигде. Я стрелять с детства умел. У меня оружия было столько, и моя такая биография, что я готовился террористом быть. Поэтому я себя терзал, мучил и готовился самым серьезным образом. А Господь меня повернул, отомстить коммунистам желал. Поэтому на Украине, где Бандеры, если бы я там проезжал, я был самый любимый человек у них. Столько от советской власти я претерпел. Поэтому я никого не осуждаю, а сам себя. Как плохо, что я не услышал о Христе в юном возрасте. Я в 23 года только Евангелие увидал. Конечно, благодарение матери, она дала страх Божий. Мы не танцевали, не были, не матерились. Страх Божий – это на первом месте. Так что вы еще раз себя проверьте. Страх Божий имеет, у вас все будет. Страх Божий – это основание. Как бы Бога не огорчить, как бы в ад не попасть. Да. Ну, относительно войны, вот у меня… Да, вот это… Вот нам говорят, вот посмотрите, что делают. Уже ночь наступила, и там своя там Артусановка, Град, и лупят по Донецку, и там мертвая девушка, сейчас показали, лежит, голову снесло. Ну, конечно, это страшно. Ну, бьют, конечно, киевские власти. Но я на это говорю. Ну, кто это все затеял? Они должны были людям показать, когда думали об отделении. Ни одно государство не разрешит отделяться. Я с первого дня кричал, что вы делаете? А теперь говорят, а что, Чечня решила отделиться, и разрешили? Бомбили пятиэтажные дома, в мусор превратили. Ну, ночь наступила по жилым одноэтажной домишке, там бьет Град, он не видит, видимо, кого бьет. И сразу трех человек убили и показывают. Конечно, это трагедия. Но те, кто думал, вот это, в начале-то, отделиться, федерализация, они должны были показать, вот что вас ждет-то. Это обманщики, которые... Она, русские гнали, не давали говорить, но то, что сейчас есть, это хуже того, что было. Не лучше. И при том, говорить об отделении не в Порошинке в вашем делу-то, не каких-то там, не в Турчинове. Дело в нас. Мы за Порошинку вашего, за Петра молимся каждый день. За всех правителей мира. За нашу паутинку Владимира. Даже было, когда... Ну, это тоже паутинные войны, как сейчас пошел. Это был разговор. Было, когда я был на парах, и там где-то, что у нас охорона праться. Ну, у нас, короче, как бы... Просто сидим. А там у того учителя есть младший. Младший. После девятого класса, короче, к нам пришли. И там они, короче, учат присягу и рассказывают присягу. Я только вспоминаю слова Христа, что не клянись вовсе, не потому что это престол Божий, не земля, потому что это поножено Тво. Не царю, не... Как там, не помню. Ну, не все бы говорили. Ну, короче. Все. Перечисляют. Не головой своей не можешь сделать волосы черным-белым. Да. А то я клянусь своей жизнью. Нельзя этого делать. Нельзя. Я просто вам сказал, не потому что вы можете против нас пойти. Мы вообще везде одинаково говорим. Не так, что в Америке сектанты там живут неправославные, там воюют. А сюда приезжают, говорят, воевать нельзя. Это двойной стандарт. Нигде никак. Никак. Даже нас ударят по щеке, Господь повелевает вторую поставить. Вы слышали такой Николай Леонов у вас был? Это где он? На Украине он был. Он был неоднократный олимпийский или не олимпийский, а какой-то мировой там чемпион по кикбоксингу. И у меня ролики сохранились. Мы с ним беседовали. Он закончил семинарию, учился где-то в Румынии. И тоже воевать, воевать, воевать надо. И мы еще когда были в поездке, друг сообщили. Он был где-то в Донецке, ехали 23 человека. Видимо, в автобус попало, все погибли. А теперь остались эти наши записи. Я ему говорю, не надо воевать, не надо. Прям криком кричал. А сейчас говорят, как вы могли знать? Да никак я не знал. Я знал, кто убивает, надлежит быть убитым. Ведешь плен, сам пойдешь. Вот так. Надо просто довериться Богу. А как тогда защищать надо? Не убивать. Защищать ты можешь. Как? Положение несколько. Стал самим собой заслонил. Второе, ты можешь взять палку, там его как-то по ногам ударить. Или убежать. Или вызвать кого-то. То есть вариантов много. Но не убивать. Речь идет об убийстве. Защищать надо. Если можешь, если сила. А что ты сделаешь? Я буду защищать. Вот мы сидим сейчас здесь. И сейчас вырывается 20 китайцев с автоматами. Что ты сделаешь? У нас одна дивизия. За Уралом где-то тут. Дивизия. А у Китая 101. 101 дивизия. Это что? Тут не надо. Какая защита-то тут? Бог продоляет миры. А тогда бы было. А как нас? Тот правитель Гитлер, он не защищался бы. Он не родился. Если бы мы жили по заповедям Божьим-то. Мы знаем, война это наказание от Бога. Мы заслужили это. И нам надо добровольно принять, благодаря Бога, что Он нас вразумляет. И это даже было по войне. Ну, по теме войне это было. И я говорил, что, как Хрисус говорил, когда Его пытались схватить, ну, схватили. Когда в Епсиманском саду, когда Христо взяли, когда Петр оборонялся мечом, да, Иисус ему, когда он, ну, отрубил ухо там, то он говорил, что Христос нечем от меча погибнет. Ну, имеется в виду и война. Тоже стреляют. И тот же, кто идет на войну убивает, тот же сам не погибнет. Да, так написано в Откровении. Да, да, да. Надо согласиться. А вот еще. Сегодня я читал Писание. Ага, говорите. Ну, сегодня я читал Писание, как бы, я никак не мог понять, ну, как бы, дословно так. Вот тут говорится, 1 Писание Питцам, 2 глава 12 стих. Мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Богу, призвавшего вас в свое царство и славу. Как это, поступать достойно? Христианина, звание. Ну, поступать достойно Богу. Звание. Допустим, человек учится в школе ученик, и отец ему говорит, ты не забывай, ты сын директора, достойно веди себя. Достойно этого звания. Мы обречены званием. Мы царские дети. А представьте, сын царя. Его тоже дают учиться. Он бывает с учениками. Ну, ты помнишь, вот Василий был сын Сталина. А он себя вел там, куролесил и все это. А отец его потом вызывал и говорит, ты что делаешь? Ты помнишь, ей ты сын. Достойно себя веди. А мы христиане, сыны царя небесного. Поэтому достойно говори. Так, чтобы слово твое было в силе Духа Святого. Да, да. И вести во всем. Я же когда это читал, я когда читал Деяния апостолов, там 6 глава, по-моему, когда Степана побивали, по-моему, ну, когда избрали апостолов, 12 апостолов когда взяли, ну, они собрали 12 апостолов, и они собрали, как бы, они выбрали 7, чтобы они как бы ишли пропагировать. И они избрали только, вроде бы, там, да, всем вот это же избрали. И именно там Степан был самый, как бы, такой, ну, как бы… Так их избрали, их не на проповедь избрали, а обед правильно раздавать. И какие есть? Веданные в силе Духа Святого. А нам, Петр говорит, мы не оставим Слово Божие, а мы должны идти на проповедь. А то только людей было много, которых кормили, и чтобы правильно раздавать. А то и еленисты были презираемы, что горелые пироги им дают. И стал ропот. Да. Выбирать надо больше. Да, вот это же Степан был исполнен верой и Духа Святого. Вот это же его избрали, как бы. Потому что он был самый… Я тогда, когда прочитал, я сразу такой, ух… Как бы меня так потрясло именно эти слова. Просто у меня цель, когда читал… Говорите, говорите. Избирали патриарха. Говорите. Качества были другие, когда патриарха. Что был он там с высшим образованием. Я говорю, Петр уже не попал бы в патриархи. У него образования не было, он не попал. У него была, чтобы канцелярская работа, чтобы закончил там академию. То есть ни одного нет того, что Господь говорит. Чтобы из земли не всилить Духа Святого. Вот надо избирать как. Вот о чем сейчас Вы сказали. При избрании… Там надо было и сегодня патриарха, когда избирали. Благовестник. Он везде был. Там работал. А это… Во внимание не берут. Это плохо. Это когда… Ну, у меня, когда я читаю Писание, я когда в первую ряду видел, как бы. Она у меня была дома. Но я ее открыл только два года назад. Ну, просто мне интересно. Я ее открыл потому. Потому что меня, как бы, беспокоил внутренний голос. По поводу… Ну, я знал, что есть суд и мучения. И меня больше всего интересовал вопрос. И я часто находил… И в Завете, и в Новом, вроде там, атмосферном. И в Тринадцатом. Короче. Когда… Ну, именно меня интересовал вопрос по поводу Адома. Ну, это такой уже. Такой вопрос. Ну, я просто вам рассказал, как я пришел к вере евангельской. Это когда я сначала начал читать Ветхий Завет. Но я мало чего понимал. Потому что в Новом Завете говорится, там апостол Павел говорит, что… У человека, который читает Ветхий Завет, у него, как бы, полотно на сердце. А снять его может только Христовская. Это имеется в виду, как бы, глаза нам открыли через Новый Завет. Так само и я, вот это считаю, уже третий раз в Новый Завет перечитываю. И у меня больше… Постоянно открывается всякое Писание. Ну, когда читаю Писание, у меня оно постоянно, как бы, по-новому открывается. Такое… Ну, это же я к этому, как бы, пришел. Потом я, как бы, заревнитель… Как бы, ревностно к этому начал относиться, чтобы люди уверовали во Христа. Потому что, как написано… Я даже, когда был в училище, когда я начал учиться, на второй разряд, и там… Ну, все неверующие, да, и они поняли, что я верующий. Когда я начал говорить им о Христе. Они начали разговор о похоте, ну, такое, о маты, там… Я им сказал, что так делать нельзя. Они поняли, что я верующий. И там я потом читал вот это же Писание от Матхедисадова. И сказал, что всякий, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед людьми. А кто постыдится меня перед людьми, того постыдится Отец Мой Небес. Вот это же, как бы, передо мной, вот эта, ну, как бы, цепочка, чтобы я не остыкал от Бога. Да. Потом, когда я начал изучать это Христа, я много чего познал, у меня такая ревность, просто, говорит, чтобы идти в благовесствие. Ну, я когда иду, каждый день, у меня… Я просыпаюсь, у меня каждый день побуждать идти в благовесствие. Ну, у меня что-то внутри, как бы, тормозит. Да. Я понимаю, что мне нужен брат для поддержки, как бы, ну, во Христе. Не какой-то там сектан у вас. Я даже, когда общался с баптистом, я ему задал вопрос, как вы относитесь к причастию? Там же в 1 Коринфянам апостол Павел, 11 глава говорится, говорит же о причастии. Я ему говорю, ну, как вы относитесь к причастию? Вы представляете, что, как бы, вино – это под видом… Это, ну, кровь, представляю, под видом вино, вина, а хлеб – это под видом плоти его. Он это все, как бы, отъел. Ну, баптист сказал, это не правда, это, как бы, ритуал. Ну, короче, я, конечно, породился. Ну, я, как бы, поехал к нему, потому что он за благовестием. И он нормально поделывается. Это же каждый день, когда я вот это просыпаюсь, да? Я иду каждый день, и у меня просто, вообще, у меня внутри какая-то торможность что-то. Не лыдь внутри его, скажи людям, что так делать нельзя. Я иду каждый день, вижу людей тьма, хуриц, матеряться и тому подобное. А я иду просто молчу. Я понимаю, что мне нужно сказать. А я что-то молчу, не знаю, как мне придадить этот страх у меня. Да. Молиться. Все в молитве. Утреннее правило. И рано вставайте. Вот говорят, а как можно определить, что человек духовный? Как вы встаете? Вот один из главных определителей – это сон. Сон идет в обнимку с блудом. Помните. Много спать будете, воображение будет в дурную сторону идти. Ночью хотя бы один раз попытайся встать на молитву. Какое-то правило. У нас правило свое. Это три святое и сто поклонов. У нас, видите, мы православные. Мы верим, что у нас сходатается рода человеческого присна Дева Мария. Мы верим, молимся ангелу-хранителю. Моли Бога о нас. Правильно крести, чтобы у тебя прямая была перекладина. Всем святым молимся. Нам-то проще. Вам обязательно, если у вас нет, нужно иметь полное толкование Нового Завета. Полное. Вы не просто, чтобы Евангелие читали и умом сами доходили. Вы можете не туда пойти. У нас вот, если вот вы зайдете, скачать можете на нашем сайте. Вы набываете на сайте, нет? Сайт, сайт зарядите во Свете Библии. Можете в Google, в Яндекс найдете. Но у нас сейчас параллельно открылся другой. Там очень трудно скачивать. Там с сервером что-то сделалось. Сейчас через какое-то облако идет. Мы открыли второй сайт. Там модераторы у меня работают. Вам обязательно нужно иметь Новый Завет. Так, вы в Киеве? Так. Да. Вас звать как? Дмитрий. Дмитрий. Дмитрий? Да. Послушай. Вы прямо в самом Киеве? Ну, нет. Ну, как бы в Киеве, да, прошло. Ну, так, подалеку. Ну, сколько от Киева? Сколько? Оно не отдалеку. Дело в том, что... Я вообще-то в самом Киеве... Вот, хорошенько. Где-то у вас ручка есть? Вчеркните, я что вам скажу. В Киеве есть национальная библиотека украинская. Национальная библиотека. И там еще есть одна парламентская библиотека. В обоих библиотеках у меня по 38 книг, которые у меня вышли из печати. В Харьковской библиотеке, в Одесской, в Николаевской мы... А в Крым мы весь в доле поперек. Это позапрошлом году, в 2013 мы были. Вы можете прийти в библиотеки эти и спросить книги Лапкина. И спросите Новый Завет в Красном. Красный такой переплет. И там полное толкование. Если вы здесь найдете, в интернете, вам будет очень интересно. Вы можете им сказать, даже скажем, мы лично знакомы. Нас там очень хорошо приняли. Особенно в Харькове были. А так они вышли провожать и крестили нас. И верующие. Видно, что прихожанки щиты. У нас это все в интернете снято. Видео поставлено. А еще вот это, что вы сказали крещением, это как раз мигнуло мысль. Меня крестили в лет восемь, в семь. Меня крестили, как бы, ну знаете, как я помню, наклонили, намочили и все. Это же не крещение, это обман. Как апостол Петр в деянии во вторую главу. Если будешь веровать в Иисуса Христа, ну если ты, как бы, уверуешь во Христа, да, чтобы он очистил свои грехи, и если покрестишься, то ты примешь дар от Духа Святого. Это крещение. Вот это, как бы, ну дар от Духа Святого. Вторая глава, тридцать восьмой стих, он там говорит. Покайтесь и докреститься каждый из вас своими Иисусом Христом для прощения грехов. Это таинство через священника только будет. У вас на Украине насчет этого, вы недалеко от католиков, в Польше и у вас много там нанесенного. Вы все-таки постарайтесь поискать, найти, где крестят полное погружение. Если бы были рядом, у нас нынешний 12 июля будет крещение. Таких, которые моченые. Я однажды, короче, был, это было два месяца назад, я там, как бы, я, как бы, хотел просто найти брата во Христе, я бы говорил. Ну, у меня, я просто, ну, я не знаю, что мне просто делать дома, я только, например, за учебой задание выполнил, да, там, поучил, все. И дальше у меня просто ревность, как бы, как я, как говорил, что не самими, не самыми, как бы, ну, ты знаешь, что, как бы, тело без духа не кто, так и вера без духа не кто. Ну, хочешь, ну, хочешь ли знать, у меня самодельный человек, что вера без духа? Как бы, мне вот это помнуждает, как бы, как бы, благоветно. Я, как бы, хотел найти брата во Христе. И однажды, когда я, там, в группе сидел одной, я там посмотрел с собой женщину, а она 50-ми. И у них, короче, когда к ним пришел, там, вообще, как бы, я себя, как-то там, меня внутри, как бы, перекорчивало, реально, там, как-то, не знаю, не то, что там, короче. Потом я ему сказал, я там, пастору, говорю, а можно у вас, типа, принять крещение, там, вроде. Потом я сказал, как они погружают, они погружают, как в огроб, как-то, вроде, в огроб. Я с этим не согласился. Я говорю, а чего вы не погружаете вертикально? Христос же умер вертикально на Христе, а не погружать, как в огроб. А они в огроб положили. Значит, короче, мне, как бы... Нет, они не имеют права к... Да, он, значит, как бы... Они не священники, они не рукоположенные. Они самозванцы всех. Да, да. Вы найдите священника, законная церковь, которая идет от апостольских времен. Там, я не говорю, там, нельзя, униат и прочее. Надо смотреть, есть ли рукоположенный епископат оттуда. Ну, не надо узко смотреть, а пошире маленько глянуть. Сейчас обвиняют, сфотографирован патриарх Варфоломея и был у папы. И там они вместе молились. Осуждают. Не надо осуждать, надо молиться. Разделение, это плохо. И поступить догматами веры тоже плохо. Нужно найти золотую середину. Обвинить просто, ты еретик, переходи к нам, как старая брядца. Ну, это не конструктивная программа. Вы четко держитесь, без церкви нет спасения. Вы где-то бываете там у кого-то, будьте осторожны. Осторожны. Потому что, ну, будут видеть недостатки, они себя скрывают. Я с сектантами 50 лет работаю, я знаю их. Это очень хорошие люди. Замечательные люди. Но они не церковь. У них нет епископата. А нет епископа, нет литургии, нет таинства, нет причастия настоящего. Ну, тут все в одной строчке можно написать. А что им нужно? Нужен им епископ. Хотя бы два епископа, чтобы им руку положили. Но они, конечно, должны православный символ веры, все принять это. Пусть они не будут без ризы. Я с чем не могу согласиться, когда бреют, это намертво не соглашаюсь. Это образ Божий. В этом основании положено показать тебе Христос с бородой, апостолы и пророки. И поэтому твердо этого держитесь. А то наоборот. Бороду бреют, а волосы длинные отпускают. А это запрещено. Волосы у мужчины должны быть короткие. Это как будто бы не важно. Важно. Посты все соблюдайте. Вы православный. Четко это держи. Крестик-то носите? Крестик на шее? Да. Вот так держите. А то некоторые сами себя обольщают. Что крестика нет. А он не спасает. А что спасает? Они начинают ерничать. Не спасает. Не спасает. Нас глаза не спасают. Глаза не спасают. Но без них нам плохо. Так есть. Крест нам напоминает о нашем спасителе на Голгофе распятом. Я хотел спросить. Да. Вы учитесь? У вас как? Институт там или где учитесь? Училище. Училище. Водного транспорта. О, это хорошее дело. Да. Замечательно. Не надо никакие там разные дизайнеры куда-то поступают. Такое, чтобы тебя это прокормило. Жену и детей. У тебя были деньги. И всегда сами сегодня не имея денег уже скажите. Буду работать. Десятину буду отдавать священнику. Десятину. Иначе вы вором будете. Малахия 2 глава. Если не знаете, запишите. Да. Господь говорит, вы меня обкрадываете. Ты заработал 100 рублей. 90. А Бог тебе десятку приложил, чтобы ты своей рукой отдал. Это не тебе не принадлежит. Бог не говорит, что отдай. Я говорю, мое верни. Вы обкрадываете меня, воруете. Поэтому благословение заключается никогда не хули евреев. Никогда. Не насмехайся, не поноси, не ругай. Почему? Потому что написано проклят, кто проклинает всеми это. Ты благословляй Господи. Дай им добрых проповедников и евреям, чтобы они обратились к тебе. Признали тебя истинной мессией. Не ждали Машиаха, антихриста. То есть молиться о них надо каждый день, чтобы в Израиле, в Украине был мир. Мы Украину упоминаем в молитвах каждый день. Мы ее не отделяем. Мы всегда были одно. И вдруг сатана разделил. Нас объединяет Христос. А политики разделяют. Но если ты верующий, ты никогда не пойдешь никуда с оружием. Так, какие вопросы еще у вас есть? Фамилия-то как ваша? Ткач. Ткач? Ткач. Ткач. Ага. Да. У нас Ткачёп. У вас только Ткачи и все. Хорошо. А у нас вокруг все. Вот Володя снимает Пащенко. О! Пащенко. Ездили с которым Савченко. Второй Крущина. У нас все вокруг украинцы. Поэтому мы никогда не разделяли. Для нас это абсолютно стопроцентно один народ. И надо молиться, чтобы вот эти преграды искусственно выстроенные сатаной и этой блудливой Америкой, чтобы они не давили на нас. Оттуда весь разврат ползет. Угу. Мы за них должны молиться. Мы за Обаму молимся каждый день. Это когда увидел у вас выпуски, когда вы начали уже благовесать. У вас шли уроки, да, проповедь. Я смотрел после богослужения у вас. И вы собирались для изучения Библии два раза неделю, как я помню, да? Да. И там мне как бы больше понравился брат Игорь. Как их фамилия точно не помню. Когда он начал благовесать. Самый лучший, когда он начал как... Да, Дыбунов. Дыбунов, да? Дыбунов. Ладно. Это когда он начал... Дыбунов, да. Это когда он начал... На Новый год, когда выходили до благовеса. Мне очень понравилось. Когда выходили там по блогу благовеса. Вообще так, как бы... Хорошо. Я сейчас с вами с вами... Димитрий разговариваю. Дима. Я зову который Димитрий. У нас зовут Митя. Митя. У меня дедушка Димитрий был. Их назвали Митрий. У вас, наверное, тоже что-то похожее. Как-то там. У вас не Никола, а Микола Мэ стоит. И вот... Когда говорите о благовестии, вы... В первую очередь надо молиться. Чтобы не уклониться ни налево, ни направо. Вот сейчас... В данный момент... Вот сейчас я с вами разговариваю. У меня закачивается один ролик. Как у нас деревни. Мы православную деревню строим. И как там проводили. Я поставлю два ролика. И вы завтра уже их увидите. Как в Потеряевке. Там совсем мало народу. И как Рождество Христово. Как они вернулись из церкви. И в первый день... Ну, утром опять сходили, помолились. А потом, как днем... Ставят там концерт. Как разная там викторина. И играют. Показать, как можно жить весело, безгрешно. А потом уже они не засняли. Там заболел. Приболел этот, который снимает. На снегоходах они там по полям возили. Ездили, показывали. Можно и жить интересно, красиво. И в бедности. Никогда никому не завидовать. Никогда. Ты свободен. Ложишься спать. Никому не должен. Перекрестился. Выходишь к двери. Перекрести. Отрекаясь сатаны и всех дел его, всех ангелов его. Всей гордыней его. И никого не бойся никогда. Иди спокойно. Если умереть, это Бог назначил. Мы в его руке. У евреев есть такая молитва. Завяжи меня, как в узел у тебя. Вот узел заложи туда, завяжи. Оттуда не выпадет копейка. И так и я у тебя. Угу. Еще вопрос, какой есть? Нет? Да. Ну, сейчас вот это кратко скажу. О благовестии. Когда я вот это считал, вот это, да, Евангелие, да. И Ветхий Завет, ну, Библию вот, целиком сказать. Вот это я наглядываю некоторые писания, где говорит Бог, чтобы не боюсь. Чтобы я, как бы, не боялся. Ну, как бы, через слово он, как бы, говорит ко мне. Ну, ко всем, говорит. И он тут говорит во Второзаконе 9 глава 30 стих. Он такой говорит. Знай же меня, что Господь, Бог твой, идет перед тобой, как огонь поедающий. Это, как бы, для меня. Я и так понял, что когда человек идет о благовестии, чтобы он не боялся. Потому что перед ним идет Бог. Не бойся. Потому что Бог сотворил небо и земли. Чего вы их боитесь? А можно еще вот сейчас прочитать одно пророчество вообще? Для меня сегодня, когда пришла, мне это произошло. Сейчас прочитаю. Настал час отваги, опояшись поясом моим, ну, верно. Возьмите в руки меч правды, слово мое. Говорите обо мне, не бойтесь, ибо я творец небо и земли. Я тот, кто сотворил все это. Кто посадится меня, неужто думаете, что я приму вас? Как вы можете, зная истину, отвергать его, бояться и мнения других, отчаянно пытаться скрыться? Это неправильно. Будьте честными, искренними. Несите свет свой во все волки. Несите свет мой, в смысле, Христа, на благовестия. Я поведу каждого, последовавшего за мной. Ну, Бог поведет, если будет следовавшего за Христом. Будьте смелыми и упорными во мне, и получите награду за то, что не отступили от меня. Аминь. Это когда сегодня пришло это пророчество, как бы не это, ничего просто, а благовестие. У вас Библия какое издание? Синодальное, нет? Каноническое. Каноническое. Ну написано... Нет, каноническое. 66. Каноническое. Она может быть синодальная, не синодальная. Синодальная. Написано там, на первой странице, синодальная. Посмотрите. Синодальная, это правильно, больше никакого не признавайте. А каноническое означает 11 книг неканонических, они из нее выбросили. Это протестантское. Православные такую Библию не издают. Никогда. За две тысячи лет. Каноническое. Нет. Синодальное не написано. А ну-ка откройте. Вообще нет. В Новом Завете откройте, что это или Псалтыри. Навскидку так, прочитайте, чтобы я услышал. А. Да. Я хочу узнать, синодальная или нет. Новый Завет, что ли? Да, Ветхий, Новый, там по одному хотя бы стиху. Когда Иисус окончил Словасии, то вышел с Галилеи, и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороной. За ним последовало много людей, и они исцелили их там. Все. Это синодальное здание. Вот его держись. Его перепечатали протестанты. Оно в 1876 году было издано. Это одно из самых лучших переводов в мире. Держитесь его. Сейчас новые переводы делают, не прислоняйтесь. И старайтесь наизусть заучивать. Я что хотел спросить. Вот вы где учитесь, у вас свободное время. Вы чем занимаетесь в свободное время? Вот я прихожу, говорю же вам, в общежитие. Там, может, что-то получил. Молитва, это само собой чтение. Я имею направление. Вот такое. Вы постарайтесь, если будет возможность, изучить какой-то иностранный язык. Хорошо при том. Вы молоды. Ни одной минуты не будь праздным. Куда попало, не ходи. Хорошо, ты имеешь Библию на русском и английском в два столбца. Ты считаешь, не надо в словарь глазить-то. По-русски считаешь, это запоминаешь и это. Там, может быть, русско-немецкий, русско-французский, русско-испанский, русско-китайский там. Вот. Изучай. Если можно, даже не один язык, а сразу два-три языка бери. Если вам по силам, по мозгам. Это вам сгодится в любом варианте. Будете где-то на работу устраивать. В плавании куда. Знание языка откроет вам дорогу. Ну и кругозор у вас другой будет. И у вас все время внутри головы как огонь будет пылать. Я говорю, не из каких-то слов, а я этим занимался. Даже в армии. Непрерывно заниматься, учись. Ты молод, успеешь все это сделать. Ну что, пока до свидания. Я понял, сделал ваш документальный письмо. Все, закончили, да? Да, до свидания. Храни вас Господь. Да, да, да. По славу Божию. Спасибо.